Девушки отдыхают Власти травят МММ, тот, что был на радостях А кто за этим всем стоит, нам никто не говорит Трудно жить в России, людям в одураченной стране Так что больше мы не будем находиться в стороне Вот так весело и беззаботно звучат народные частушки Об МММ Добрый вечер, в эфире программа «Взгляд» Вы знаете, так, наверное, народ отвечает правительству На борьбу с народным капитализмом Об этом сейчас мало говорят Поскольку тех, кого не купили, не убили, не запретили Осталось совсем немного Да и вообще у нас с народом как-то о правде Говорить не очень любят А вот народ потерянные деньги не прощает Ведь сейчас же модно говорить Деньги решают все Вот народ и хочет, чтобы его деньги как раз тоже решали все Но страна у нас такая особенная Переходим от социализма к капитализму А в этот ответственный момент Деньги все не могут решать Есть деньги избранные Вот они могут решать А деньги простые народные решать не могут В этом весь большой парадокс Свобода есть, свободы нет Все равно нужен знакомый начальник На этой неделе жизнь протекала спокойнее обычного Много писали о захвате китайских рыболовов В районе Курил Были жертвы Бухта Крабово на острове Шикотан Стоянка иностранных кораблей Захваченных пограничниками на Дальнем Востоке Операция Путина-94 Которую мы вместе с командующим Николаевым Открыли весной Продолжается Так, с кранцами сюда, два человека с кранцами Быстро, быстро В этот понедельник мир получил возможность Еще раз убедиться в том Что у России есть пограничные войска На Дальнем Востоке Были задержаны две браконьерские шхуны Одна китайская, другая южнокорейская Задерживать браконьеров приходилось и раньше Но впервые была стрельба На поражение С убитыми и ранеными Действия пограничников были законными Но погибли люди Люди, которые знали, на что шли Ну а задержанных передадут на родину Этих людей ждут большие неприятности По китайским законам За браконьерство могут расстрелять Может быть, потому они и не хотели останавливаться Конечно, жалко людей, но и спасибо пограничникам Вы знаете, в сегодняшней программе мы будем чуть больше говорить о деньгах и о власти Странная такая вещь Вспомните, как негодовали публицисты нашей интеллигенции по поводу атрибутики прошлой власти Вот эти изобличались сейчас черные Волги, андаторовые шапки, комсомольские бани И удивительно, как спокойно общество принимает атрибутику нынешней власти Вот эти, на мой взгляд, поразительно смешные автомобили Вот эти, похожие на свиней Мерседесы То, что вообще отечественную водку почему-то сейчас не пьют То, что люди как-то, вот они похожи очень на тех же членов политбюро Поскольку забота на лице та же, о народе и о стране Все очень как-то близко, похоже, но по-другому И это почему-то принимается Особенно вот эти эстрадные пиджаки В которых почему-то сейчас ходят наши деловые люди Точнее, наверное, не совсем деловые Но это так, к слову Есть радость на этом фоне Большая радость Мэр Москвы ездит на Черной Волге Как-то неделю назад мы с Юрием Михайловичем прогулялись по Подмосковью Конкретно спустились под Москву у гостиницы «Метрополь» И вылезли на Трубной площади Символично, что хозяин города решил посмотреть твердь, на которой зиждется его власть А стоит она более чем на ста реках, куда сливаются всевозможные отходы На коммуникациях со свободным доступом желающих подсушить телефонные разговоры На подземных ночлежках бомжей и на прочих чудесах современного мегаполиса Мы походили и поговорили о жизни, о городе, о будущем И мы решили, что самое лучшее это непосредственно, так сказать, посмотреть Опуститься, окунуться в проблематику на месте Вот и пришли сюда, это не так много времени занимает Но зато дает возможность мне непосредственно узнать ситуацию Вообще, Игорь Михайлович, вы такой жизнелюб, спортсмен Зачем вы выходите каждый день на работу? Что вас как бы ведет туда? Каждый день вставать, идти работать, спускаться в подземелье? Ну, странный вопрос Вообще говоря, не только жизнелюб, спортсмен, я, мужчина Я считаю, это моя философия, мужчина создан для работы Игорь Михайлович, а вот, то есть вы хозяин в городе Это всем как бы известно, я очень такой сильный человек Вот когда вы все-таки закончите работу Как вы думаете, вот люди, которым вы помогали Они будут к вам приходить? Они будут к вам помогать? Они будут ли отдавать вам честь? Или как бы деньги, вот то, что сейчас, может быть, превалирует над человеческими отношениями Станут важнее? Деньги станут работать так, как они должны работать? Вы будете участвовать в почетных собраниях каких-нибудь акционерных обществ И как бы потеряется вот это ощущение человека Есть друзья, есть команда, которая собрана не по какому-то там признаку, значит, муделяческому, что ли, так? А по признаку единства целей Если человек работает в правительстве То это означает, что он хочет сделать свою работу так, как хотят все Вот этот коллектив, эта команда правительства Иначе быть не может Я убежден, что люди, с которыми я работаю Это люди высоких человеческих качеств А второе Это зависит от результатов работ, которые ты получил Работая на основной своей, так сказать, должности, так? И если эти результаты будут сильными, хорошими Если ты вложишься всем своим потенциалом В ту цель и в то дело, которое выбрал, так? Или на которое тебя, так сказать, народ делегировал, поставил, так? То к тебе будут относиться нормально Хотя бы сделать так, чтобы люди сказали Ты ушел, стало не хуже Город стал не хуже Жить стало не хуже И горожане чувствуют себя не хуже Ну хотя бы так Я шел и думал А действительно, что будет потом? Придет другой мэр Будет другой главный банк Другая приватизация Другие люди Они все будут делать по-новому Потому что тоже не меркантильные люди Придет другая власть Потом еще другая И так далее, и так далее И так пока кто-то не поймет Что только деньгами город не удержать И сколь сегодня не стремителен рост городского капитализма Править городом будут новые идеи и новые мозги Сегодня также у нас вот такой повод поговорить о душе Редко мы об этом говорим И в этой связи наши гости Известный журналист Ленин Никитинский И философ Феликс Михайлов Но прежде всего о поводе нашей встречи Вы знаете, конечно, каждый человек очень стремится к комфорту Но мы никогда не задумываемся о том Сколько нам необходимо сил Чтобы этот комфорт поддерживать Сколько нужно тратить своей душевной энергии Своей свободы Свободы жить Свободы чувствовать Свободы мыслить Я думаю, что речь идет о дураках То есть блаженно дураки? Да Почему? Потому что они меньше лгут А, так сказать, конкретнее Они более прицельно пользуются своим сознанием То, что человек Не очень, так сказать, способен умственно Он оказывается морально более высоким И это очевидно, так сказать И читайте Евангелие И вы понимаете, что сознание есть ложь Понимаете? Спасибо Ружьишка-то путевого нет Я написал трактат про Ленина Мой враг – сатана И повез в Москву Спасло меня то обстоятельство Что трактор, на котором переправлялись через цепикан Посредине заглох Мужики, с которыми ехали Меня и надоумили заглянуть к ссыльному профессору по соседству Он меня предостерег Лет семь получите Он же приохотил к книгочейству Было это в 1986 году Меня все-таки чуть было не посадили Допрашивали На психо проверяли Да ну, это уже теперь история Они разве интересны кому-нибудь? Да вот, понимаете Первое письмо было Юрия Владимировича Андропова Как это не чудно Я пытался, значит, апеллируя к Толстому Объяснить ему, что ваша система, так сказать Я принесла на провал Социализм это все-таки Это изм от социума То есть это такое, так сказать Такой общественный строй Который настолько тонко Собирает все нужное всем Что вот он этим как раз и сформирован Он не какой-то, какой-то там идеи Маркса, скажем, он сформирован Какой-то идеи Ленина, понимаете Он вот из этого, так сказать, вся его, в общем-то, и прелесть И такая, надо сказать, неуничтожимая прелесть Он состоит из того, что, так сказать, есть все И у всех есть, так сказать, какая-то Какая-то такая вот глубоко личная предрасположенность к устройству общего Вот личная, глубоко личная, понимаешь Такая, так же, как вот в куске металла или в камне, так сказать Вот эта вот одна молекула, она определяет в себе, так сказать Всю суть этого вот этого вещества То есть самое и в обществе, так сказать Одна личность, она, так сказать Она является таким прообразом всего остального Но этот прообраз-то, так, он такой, видите, жидкий У вас свой, а у меня свой У меня вот, я копно возил на мотоцикле, вот на этом уже, так Раздавил подшипник 203, так Мне сейчас, вот, острейшим образом нужен Простое дело, этот подшипник, да Вот С другой стороны, прямо сразу скакаем Мне нужна хорошая политика, которая была бы, так сказать, моя, понимаете Это, так сказать, такая же Такого же характера нужна, как и подшипник Понимаете, такого же порядка, понимаете Она такая же простая Я, во-первых, не коммунист Вот И по существу, в принципе, наверное, не коммунист В том смысле, что я сейчас не верю в возможность Реализации этой идеи вот сразу Вот сейчас взяли и стали ее реализовывать Я не верю в это Ну какой же я коммунист? А с другой стороны, у меня уже такая очень своеобразная вера в Бога Понимаете, вот Вот я пытаюсь переписываться, скажем, вот там с верующими И натыкаюсь, что вот с их стороны есть какая-то вера, понимаете, как уход от проблемы Вот я верю, понимаете, и все дело кончено И все, понимаете А вот ты не веришь, значит, вот ты плохой человек Ну я не могу, понимаете Я не могу вот так вот взять и вот как-то еще какой-то ключ себе там в сознании повернуть И сказать, что я верующий человек, что я верю в Бога, понимаете Я верю в целое Вот я верю, что весь этот мир организован прекрасно Иаков сказал ему Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный Если погнать его в один день, то помрет весь скот Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот Вот, Исаф его предлагает идти на пир быстрее, так, чтобы, значит, ну, отпраздновать, так сказать, встречу брата А брат ему говорит, который очень долго его не видел Говорит, ты иди, брат, так, а я пойду медленно, как пойдет скот В далеком цепикане Алексей Васильев работает водомирщиком, конечно, только по совместительству Главная его работа называется даже куда менее интригующая Мыслитель Он упрямо вплетается в ту всеобъемлющую связь духа, которую выразил в одном из своих писем так Наша интеллигенция – толпа Моисеев, а мы только мечемся по пустыне Я смиренно несу свой крест, получая право напомнить вам, что он лишь одна половина, а вторая – ваша Коммунисты не хотят понимать во мне косноязычные изъявления общественной материи Христиане – столь же несовершенно выраженный язык Бога Но вы не имеете морального права мыслить без меня Леонид, вы так успешно изобличали Верховный Совет в газете. Что это вас потянуло куда-то в провинцию? На вечное потянуло? К сожалению, я очень сильно опоздал к этому человеку, я с ним переписываюсь 4 года Или около того, еще с комсомолки начинал И как раз Верховный Совет мне все время мешал к нему приехать, все время что-то случалось, там тот пуч, что-то еще И он в одном из письмен, из своих писем меня очень укорил метко Он сказал, что Господь все предусмотрел для нашей встречи, но на занятости вашей застрял Вот 4 года я к нему собирался, наконец-то доехал в подарок А что за страсть вот так 4 года? У него? Нет, у вас Ну, у него очень интересные письма Он причем мне присылал не только письма лично мне, но и копии писем другим людям, с которыми он пытается вступить в переписку или пытался, или вступил Причем это лица от Папы Римского до лидеров коммунистического движения Он просто под копирку пишет эти письма Письма совершенно не графоманские, очень интересные, ему свойственен очень образный, интересный язык И на мой взгляд широта мышления Хотя, скажем, вот в моей газете это было отвернуто, там сказали, что его мысли не оригинальны Мне кажется, достаточно оригинальным сам факт, что человек мыслит, что же еще там Да, в наше время это вообще И в новой ежедневной газете я это опубликовал, если кому-то интересно, можно посмотреть большое письма По-моему, 2 сентября или 3-го Филипс Трофимович, а как вообще мыслить в таком городе типа Цепикан? Вы понимаете, по-моему, человеку вообще свойственно ко всем частным вопросам, проблемам Подходить, оценивать их, понимать их с позиции всеобщего То есть с позиции своих представлений о добре, зле, о Боге, о космосе, о мире Это не всегда проявляется, но так или иначе человек всегда видит всеобщее, вот в отдельных предметах В этом смысле почти каждый философ Но, к сожалению, цивилизация немножко приучила нас к другому, идти как бы от самого предмета Ну, как это в науке делается? То, что изучается, то должно само рассказать о себе А все остальное не так важно, не так интересно И мне кажется, что вообще философия это не профессия То есть, вернее, есть, конечно, профессиональные философы, это естественно Я скажу о них сейчас специально Но это определенный склад ума Это тип жизни, это способ мышления Но это меньшинство человечества, да? В принципе, как я уже сказал, по своей потенции, по своему возникновению Человечество философствует А какая часть человечества на этом земном шаре философствует больше? Скажем, та, которая живет в районе Цапиканы и на этой одной шестой части суши Или, скажем, на другой одной шестой части суши? Мне кажется, что все-таки та, которая живет в том мире, который называется, в частности, Россия И, кстати, Алексей Васильевич сказал замечательные слова Мне хотелось бы, чтобы их услышали Он сказал о том, что какое-то счастье быть русским За это можно заплатить очень дорогой цену И вот мне кажется, что вообще для нашего народа очень характерна Как раз вот такая философская типология мышления А вот вы такой опальный мыслитель В прошлом ведущий телепрограммы «Ленинский университет миллионов» Откуда, насколько я знаю, вас погнали А как вы вообще мыслите в этом мире, который сейчас вы видите? Во-первых, профессионально Вот тут я бы и хотел сказать, что существует различие между профессиональным философствованием И философией, как высокой культурой, которую надо все время воспроизводить И, собственно, вот такой естественной И иногда очень ярко развитой способности, как мы увидим у нашего героя И еще здесь очень важно Что без действительного воспроизводства высокой философской культуры профессионалами Нет зарождения и сегодня в нашей цивилизации Нет и тяги простого, как говорят, человека На самом деле просто большого человека, живущего в тяжелейших условиях Нет этой тяги к новому для него типу мышления Вот биография нашего героя как раз об этом очень ярко говорит Он все время мыслит всеобщими категориями Он каждому политическому событию К каждому событию, вот помните, взятки там берут неэстетично Он относится как к проблеме, к проблеме, которую он не может не решить лично Философ это человек, который всеобщие проблемы пропускает через свое сердце И трещина мира проходит не только через сердце поэта, как это у Хайны Трещина мира прежде всего проходит через сердце философов Ну хорошо, Велик Строфимович Вот я не буду называть страны, чтобы меня не сочли русским шовинистом Но вот есть территории, где люди как-то обходятся без всего этого Спокойно живут Зачем это все нужно? Сегодня столько всего вокруг странного, любопытного, интересного, неожиданного Да, вы знаете, когда я сказал цивилизация За этим словом его надо было бы расшифровать За этим словом скрываются именно те страны, о которых вы говорите Прежде всего потому, что наша страна в этом смысле Может быть в значительной степени по нашему сюжету и к счастью Не очень цивилизована Потому что цивилизация техногенная Цивилизация ее пронизывает вот тот самый научный пиетет Естественных наук В частности, ну я бы сказал даже той науки, которая фетишизировалась в 20 веке И поэтому тогда, когда эта наука Ее фундаментальное открытие, ее технологические разработки Воплощаются в быт, воплощаются в организацию жизни, что еще важнее Способ деятельности То человеку, который погружен вот в эту сферу Ему действительно удобнее жить тем миром, который создан на этой цивилизации Ему тогда не очень до больших вопросов Но это ведь тоже только правило И те... Поэтому правилам можно жить? Можно и живут И в то же время о тех странах, о которых вы не говорили Территория, скажем так, да То мне приходилось встречаться на этих территориях с людьми Которые мыслят весьма оригинально и именно философски Причем, кстати сказать, в меньшей степени с профессионалами То есть вы считаете, что все-таки... Среди профессионалов я могу назвать трех или четырех Прошу прощения, вы иными словами считаете, что все-таки мысль, она движет куда-то вперед человечество? Или все-таки движет уже техника? Нет, конечно, мысль Во-первых, сама техника создается Но вы мне этого не доказали, Философич Спасибо, что вы пришли к нам на программу Леонид, у меня к вам просьба Вы знаете, вы столько лет уже отдали переписки с этим человеком Может быть, давайте он приедет в Москву Я с удовольствием пригласил в нашу студию, чтобы мы здесь пообщались Спасибо Я думаю Конечно, значительно приятнее, что на этой неделе все говорят о Крыме Лучше, чем на прошлой, когда о Чечне Да и вообще здорово, когда главное зло недели заставляет забыть про все остальные С другой стороны, и это по правде, в Крыму ничего не происходит Точнее происходит то, что уже происходило Например, в Москве год назад Вот так никакие уроки никого не учат Здравый смысл теряется в тумане странных новостей И человечество с трудом балансирует на грани между здравостью рассудка и психической болезнью В Крыму побывал наш питерский эксперт по подготовке к окончанию века Сергей Бугаев Здравствуйте, дорогие друзья К сожалению, мы не знаем, откуда ведем этот репортаж Так как название этой территории сейчас активно обсуждается Раньше она называлась Крым Потом она стала называться Украина И вот сейчас ведутся бурные дискуссии о том, где же все-таки мы находимся Что такое психбольница? Кто здесь пациент? Кто врачеватель? Кто в этом мире здрав умом? Кто знает истину? Кого лечить и как? Меняется содержание бреда или меняется содержание невротических переживаний? Ну да, то есть если раньше были какие-то, скажем, в период полетов Гагарина Масса больных имела галлюцинос, связанный с Гагариным, с выходом на орбиту Сейчас проблема вот как бы смены наименований отразилась? Конечно У нас были пациенты, которые в своих идеях величия говорили о том, что они председатели колхоза или совхоза В настоящее время, затем был период очень активный, когда они утверждали, что они являются любовниками, любовницами, великих актеров или актрис советских В настоящее время это в основном идеи, связанные с обогащением Был период, когда было много очень трижды героев Советского Союза и так далее Сейчас в основном это период, который транслировался вот на такие прагматические материальные ценности И бред величия приобрел как бы материальный характер Прежде чем возникло кино, телевидение и голография, уже существовали зрительные галлюцинации Прежде чем возникло радио, слуховые галлюцинации Прежде чем возникло воздухоплавание и космонавтика, уже существовали нарушения сознания и анироиды И в конце, здесь самые последние слова вашей книги, это бред вчера, наука завтра Наука завтра, бред сегодня Это очень существенное такое заявление Все идеи, которые возникают первоначально в бреде или в галлюцинозе, или в анироидных расстройствах сознания Они содержат этот шаг вперед И по моему мнению, в этом смысле, психическое расстройство, оно является проспективным Оно содержит в себе все то, что может содержать наука завтрашнего дня То есть, психиатрические больницы, по моему мнению, являются как бы пока не раскрытыми системами научно-исследовательских институтов Содержащим огромное количество ученых, продукция которых пока не ясна тем, кто работает с ними Собственно говоря, пролетают над гнездом кукушки все люди Особенно в периоды общественных деформаций Слом эпох во всех его нюансах От потери идеала до переименования улиц Это слом и в психике Вы знаете, в какой стране вы живете? Знаю В Советском Союзе У нас будет свой Советский Союз единый Единый Союз И я хочу за независимость Крыма, чтобы он был независимым ни от кого Чтобы приезжали россияне, оставляли здесь свои бабки, капусту свою Чтобы мы жили шикарно Шикарно, чтобы мы жили Ну а мы все Наверное, американцы или французы считают нас всех сумасшедшими Впрочем, мы тоже о них так думаем И кто тогда главный психиатр? В Крыму есть главный А политический психоз с флотами и флагами входит в депрессивную фазу Они часто не знают, в какой стране они живут С каким флагом они себя идентифицируют А между тем, их стремление ничем не отличается от стремлений обычных людей Потому что обычных людей не существует С нами из Симферополя согласился пообщаться в вице-премьер правительства Крыма Евгений Соборов Здравствуйте, Евгений Федорович Здравствуйте У нас, видите, такой своеобразный взгляд на происходящее там Но я клянусь честным словом Я открыл газеты в понедельник И эти слова, которые я уже год не слышал Неконституционный Нужно найти разграничение полномочий между ветвями власти Мне просто стало плохо Невозможно, чтобы все это повторялось постоянно И везде, в разных масштабах, объемах и так далее Но что вы хотите? Через это должны пройти абсолютно все Но почему вы так конкретно? Да, мне кажется, что Отсюда никуда не вылезешь Говорят, что опыт ум дураков Ну что ж, тогда надо сказать Мы действительно не можем учиться на чужих ошибках Евгений Федорович, вы вот Мне, по крайней мере, известно тем, что Часто, когда обсуждается проблема уровня жизни Вы говорите, что, собственно, уровень жизни Это не так важно Важен уровень привлекательности жизни В частности, по-моему, вам принадлежат слова Что привлекательнее жить в Испании, чем в США Хотя уровень жизни в США выше, чем в Испании Так в этой связи Вот как вам привлекательность ваша там, в Крыму, сейчас? Ну, это смотря кем быть в Крыму Ну как, загорать среди девушек, я не знаю Ну, конечно, это замечательно совершенно Но для этого надо занимать немножко другую должность, чем у меня Вот, к сожалению Эта должность не дает таких возможностей Я не помню, чтобы я так мало купался Ну и что будет дальше, Евгений Владимирович Вот вы, значит, подали в отставку Отставка принята? Нет, я так не совсем понял А тут никто ничего не может понять Потому что тут Конституция меняется каждый день Здесь же еще советская власть Вы помните, как это было в России Выходят депутаты и говорят, что это какое-то предложение Ему говорят, что это противоречит Конституции Он говорит, что нет вопросов, сейчас изменим Поэтому сейчас Конституция совершенно другая, чем та, которая была, когда я приехал Я просто не знаю, кто теперь отправляет, кто принимает в отставку Я подал в отставку, президент не принял Парламент сам решил отправить в отставку Но в любом случае, действительно, я не психиатр Я экономист, и поэтому мне надо уезжать Да, вообще такой печальный прогноз А вообще Крым, может быть, в таких небольших масштабах вообще политикой не нужно заниматься? Ну, знаете, это такое опьяняющее занятие Ну, подарить Украине Черноморский флот Через пять месяцев она придет к России и скажет, что у нее не хватает нефти Чтобы этот Черноморский флот возить по Черному морю Флот встанет, сразу поедут отдыхающие, будет спокойно На отдыхающих, вот как сказал пациент в психиатрической больнице города Симферополя Можно сделать деньги, туризм и так далее Ну, во-первых, для того, чтобы делать деньги на отдыхающих, надо очень много перестраивать В Крыму индустрия туризма у нас в самом-самом примитивном виде находится Хотя что-то удалось, так сказать, за лето сделать Игорь, вы же интеллигентный человек Как вы можете знать, что вот нужно сделать народу? Ну, народу, людям, конечно, нет, не знаю Но что надо сделать, чтобы создать условия им, чтобы они могли делать сами Это совершенно другой вопрос А что сейчас можно все-таки сделать? Что составляет ту горе через сожаление, с которым вы сядете на самолет и прилетите в Москву? Ну, это вопрос о приватизации Здесь упорно не хотят этим заниматься Или, вернее, хотят заниматься как-то очень по-хитрому, я бы сказал То есть вы хотите подтвердить слова, которые вы сказывали с многими аналитиками Что Крым в некотором роде уже такая абсолютно криминальная территория, да? Ну, не дай бог Здесь надо быть очень осторожным со словами Тебя могут обзывать как угодно, ты не можешь говорить ничего Например, я был лишен возможности выхода на телевидение в течение трех последних недель Только благодаря вам теперь крымчане могут меня увидеть Ой, похвалите нас, пусть народ послушает Спасибо вам большое Спасибо вам большое Поскольку крымское телевидение абсолютно закрыто для правительства Вот Но криминально это или не криминально, не знаю А может быть знаю Но дело не в этом Дело в том, что здесь слишком много личных интересов И очень мало интересов государственных Вы сказали, надо ли заниматься политикой в таком малом масштабе? Нет вопросов Дело не в масштабах Дело в том, есть ли уже люди, которые могут мыслить Ну просто как государство Маленькое государство Ну государство А не отстаивать какой-то свой личный интерес Вот, к сожалению, с этим делом обстоит худо А где с этим хотя бы неплохо? На той территории, которая вас в жизни в принципе волнует Мы все в Москве очень любим ругать свое правительство и свой парламент Когда я приехал в Киев, я решил, что у нас просто верх интеллектуализма в Москве А когда я приехал в Крым, я решил, что украинский парламент Это просто собрание философов Ну так вот о том и речь О масштабах Может быть как-то укрупнить все это? Вот пациенты же говорят, что надо Советский Союз вернуть Ну, на то они и пациенты Но понимаете, есть такой феномен Империя работала как пылесос То есть если где-нибудь появлялся более-менее приличный мальчик или девочка Через некоторое время он оказывался в Москве Интеллектуальная иссушенность всех республик, регионов, так сказать, поразительная Вот в этом плане Так-то вообще люди здесь не глупее москвичей Я бы сказал, даже и умею во многом Но вот именно в плане понимания, так сказать, государственных интересов Что это такое, так сказать А вы сейчас стихи пишете? Ох, какой вопрос интересный Ой Ну вы же много писали Прочтите что-нибудь злободневное про Крым Про Мешкова, про Парламент Спасибо, вы знаете, так сказать Для того, чтобы уговорить меня прочесть какие-нибудь стихи Нужно что-нибудь посерьезней Чем просто ваше приглашение Прошу прощения Ну хорошо Тогда спасибо вам большое, что вы к нам присоединились Надеюсь все-таки, что этот опыт Он не был просто случайный или не нужен И что наш диагноз все-таки ошибочный Спасибо Крыму Вы знаете, как-то летом у нас был сюжет о беспризорниках И, честно говоря, когда мы его делали Было ощущение, что уже, в общем, столько сказано Обо всем Что уже говорить нового ничего и невозможно И вдруг неожиданно Недавно один из моих приятелей Как-то ко мне пошел Говорит, слушай, я тут вот смотрел твою программу И вдруг он начал с жаром говорить об этом в сюжете И я понял, что, видимо, мир все-таки не такой простой, как нам хотелось бы Что он все равно приносит нам очень неожиданные вещи Несколько дней назад Здесь, в этой студии, мы встретились с Лешей Беспризорником, который скитался три года Жил в совершенно тяжелейших условиях И, наконец, вернулся домой Мы, короче, на гостином тушуемся Наши гости Сергей Соколов Который очень много в московских газетах Занимается проблемой беспризорников И, собственно, Леша Расскажи о своей жизни, Леша Ну, а что она о ней рассказывается? Ну, как вот Так получилось, что ты ушел из дома? Почему? Как вообще на улице было? Мой уход из дома связан с тем, что родители на меня никакого внимания не обращали И мне показалось, что дома жить я не могу А попала я на улицу, даже не знаю Все неожиданно так получилось Хотя у меня было шансов много вернуться домой На самом деле Но меня как-то тянуло к этой уличной жизни Поначалу Потом я сам одумался и постарался вернуться домой А что на улице хорошо все так тянуло? Ну, я не понимал А когда понял, я старался вернуться домой А что ты понял? Ну, то, что, наверное, лучше возвращаться домой, где тебя накормят И ты ляжешь спать спокойно, и никто тебя не трогает На улице такого нет Ну, если ты засыпаешь, боясь То, что тебя и забьют, там, разденут Ну, хотя это случалось не один раз со мной Так, в постоянном страхе Ну, а ради чего такой постоянный страх? Наверное, это же есть какая-то причина Ну, я так до конца и не понял Если честно Какая самая крупная сумма денег ты держал в руках? Довольно большая Ну, сколько? Ну, миллион Миллион долларов или рублей? Ну, если, разумеется, не долларов Рублей, конечно А ты их заработал, да? Ну, или там украл, я не знаю Ну, и так, и так А вот интересно, когда у тебя был этот миллион рублей Как ты его начал тратить? Я не знаю Когда ходишь без денег У тебя столько всего в голове набирается Что вот это надо купить То купить Когда у тебя деньги появляются Ты как, становишься сумасшедшим И не помнишь, что же тебе надо купить Тратишь на всякую ерунду Да? Да Ну, и на что ты потратил? Ну, разумеется В кино ходил По городам поездил А где ты был? Ну, на российской В Крыме В Сочи В Ялте Гагре Потом Краснодаре Мурманск Белоруссия Гомель Много чего А ты крал деньги или ты крал вещи? Деньги Деньги из карманов или как? Нет Из магазинов? Нет Откуда можно еще украсть? Ну Можно украсть Деньги И обмануть Грузин Азербайджан Но если ты даже продаешь Бананы На тех же бананах Можешь сделать еще много денег Каким образом? Обычно Обычно Это делают На весах Например Взвешивают Бананы килограмм Взвешивают Гири Гири прячут Если там какая-то проверка Они гири выставляют Вот Взвешивают Эти бананы Чтобы был килограмм Связывают их вместе Когда кто-нибудь подходит Взвешивает Там Например Два килограмма Они ложат эту связку бананов И в результате Получается Там штуки четыре Эти бананов Ну не больше Вообще В килограмме Должно быть Шесть-семь бананов Это точно В килограмме Если взвешивать С гири Рассказать мечта? Есть Какая? Построить привед Построить его В лесу Чтобы Подальше От всех В живущих В городах Подальше От всяких Притонов Просто в лесу? Да Чтобы У каждого Ребенка была Своя Комната Свой телевизор Своя кровать Чтобы никто Не носился В эту комнату Не приносил Ну Чтобы он смотрел За собой Смотрел За порядком В этой комнате А что вообще Нужно ребенку Чтобы чувствовать себя Счастливым? Я даже не знаю Не испытывать Недостатка в пище Это я по себе говорю Ну по тебе давай Не испытывать Недостатка в пище Недостатка Вот Ну не знаю Телевизор Наверное Видик Большой выбор Видеокассет Ну не знаю Компьютер еще Может быть Компьютер Компьютер для чего Играть? Ну играть Может быть Даже пытаться работать Как-то на этом компьютере А что тебе больше Не нравится Во взрослой жизни? Во взрослой жизни? Потому что Слишком много обмана Интересно А если сейчас На тебя сварятся Такие деньги Ты их не потратишь Вот найдется добрый дядя Который тебе подали Там не знаю Энную сумму денег На приют Возьмешь их В мешок И куда-нибудь В Мурманск Нет, почему? Зачем? А что изменилось? А что изменилось? В смысле Изменилось В жизни дома? Ну я не знаю В жизни дома В твоей жизни Почему ты не убежишь? Не знаю Есть какой-то Предел Когда это наступает А если сегодня найдется Человек Который скажет Хорошо Я построю Дом Приют А кто будет Его Возглавлять? Я даже не знаю Кто будет строить Кто будет Все это делать? Ну Если это моя мечта Это наверное я Ну хорошо Тогда значит Мы будем искать деньги А ты Уже сказал да Да Договорились Шведские игроки В хоккей На льду Отстаивают Использование Презервативов Договорились Смелитесь ли вы Играть Незащищенным Лич спид Существует Только Дабл Минт Сделает ваше дыхание Свежим Бесконечным Радость Бесконечна Счастье Бесконечна Если есть Конечно С вами Дабл Минт Ведь так много Свежей мяты Содержится В каждой пачке Дабл Минт Бесконечно Свежее Дыхание ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неделю назад Выпустились Под стражей Льва Вайнберга Известного предпринимателя Это дало Некоторые надежды Акционерам МММ Увидеть на свободе Сергея Мавродя Но его пока не выпустили Что по мнению Некоторых экспертов Действует о том Что конфликт МММ и властью Очень глубокий Одна из версий Кстати Говорит о том Что это собственно Не является собой Конфликт между МММ и властью Поскольку власть В данном случае Лишь исполняет Роли в чьей-то игре Конфликт Ума вроде С властью Будущий Это правда Одна из версий Заключается она в том Что Сейчас В некотором роде Идет Мягкий Экономический переворот Если раньше Почту Телеграф Мосты Нужно было Брать штурмом Теперь их покупают И вот уже Остается совсем Немного времени Когда Можно будет Почти купить Почти все Останется Обнищавшая Армия Оголодавший Народ Останутся Обанкротившиеся Предприятия Которые Можно купить Очень недорого И тогда Можно Взять власть По этой версии Так Работает Старая партийная Номенклатура И вдруг Появляется В феврале Месяце Некто Мавроди Который Придумывает Некий Трюк С деньгами Людей Впервые Может быть В истории Нашего Экономического Бума Выясняется Что У людей Есть деньги И хотя Их столько раз Обманывали Они готовы Их Вкладывать Кроме того Выясняется Что этих денег Можно собрать Достаточно Много И собрать Из этого Солидный Капитал Который Может Влиять На ситуацию В экономике И как бы Может быть Впервые Физические лица Встают Над юридическими А старая Невинклатура Как раз Специализируется На юридических лицах Мавроди Придумал Этот насос Он мешает Тому Чтобы завершить Процесс Окончательной Приватизации Взятия власти И соответственно Нужно его убрать Придумать Свой насос И предложить Его людям Вот такая версия Судя по частушкам Народным частушкам Народ в такую версию Может поверить Не помог народу крик Головой народ Поник Но как надежды Светлый лик МММ еще возник Акционеры МММ Приподняли В ту страну Государство Жезо Объявило нам Войну А журналисты Все орут Грязно врут И нагло лгут Но и можно их понять Акции нынче Не достать А потереку Ругают МММ Со всех сторон Виктор Кто за это платит Видит страшные вещи В том А правительство В отставку Нынче требует народ Позади оно идет Или ноги молочет Виктор Парень удалой Но уже не молодой Ох Акции свои Он сбыл И тут же МММ Закрыл Как при всем честном народе За миликчиком А вроде как пришел К нему отряд Очевидцы говорят Черепашки Ниндзя В масках В невеселых Черных касках По канатам Влезли вверх И как крикнут Руки вверх Вот Сережа Арестован На Петровке Он сидит А он не вор И не бандит Почему он там сидит На Петровке Тридцать восемь Собралась А публика Как свободен Был бавродик Всем хватало бы рублику Грозный Доблестный Доблестный Омон И отважен И силен Ты послалищи Ты палки Выбросил на свалку Защищаешь ты кого Брата что ли своего Защищаешь от кого От народа своего Или видеть не желаешь С кем сегодня В бой вступаешь Или ты приказа ждешь Кого скажут Тех попьешь Власти травят МММ Так что был на радостях А кто за этим всем стоит Нам никто не говорит Трудно жить в России Людям в одураченной стране Так что больше мы не будем Находиться в стороне Вот видите Все как в старые добрые времена А теперь видеоклип Кстати кассеты с этим частушками Уже продаются в городе Деньги входят в нашу жизнь Они Испытывают нас на человеческие качества Они соблазняют нас И видимо Эта борьба Она будет долгой По крайней мере На этой неделе Точно ничего больше не случится Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»